В рамках празднования Татьяниного дня и Дня Российского студенчества 25 января в Крымском федеральном университете имени Вернадского состоялся телемост, который провел Владимир Путин с Казанского федерального университета. Глава государства направил поздравления в адрес всех студентов нашей страны. Поздравляю всех вас и всех, кто нас видит, слышит с Днем студенчества. Хочу пожелать всем вам успехов, всем студентам, вашим наставникам, преподавателям. Сегодня федеральные университеты задают тот уровень, к которому должна стремиться вся система высшего образования страны, чтобы выпускники всех российских узлов могли успешно начать карьеру, реализовать свой потенциал. Телемост прошел между представителями ведущих университетов России. От КФУ имени Вернадского в нем приняли участие около 30 студентов-активистов, аспиранты, а также исполняющие обязанности ректора Андрей Фалалеев. Встреча с президентом – это всегда что-то уникальное. Во-первых, это понимают и журналисты, и студенты, и все жители планеты. Потому как простым он и предсказуем никогда не бывает. Поэтому и сейчас тоже, независимо от того, какая там подготовка была, все равно всегда все идет по какому-то внутреннему сценарию, который только у него. Он всегда хочет слышать живую речь. Так и сейчас получилось. Фактически это был экспромт, и на самом деле он попытался раскрыть студентов и поднять темы, которые для них очень актуальны. Участники телемоста обсудили вопросы трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования, подняли темы взаимодействия между университетами, обмена исследовательским опытом, а также внутригосударственной и международной академической мобильности. Касаемое международной академической мобильности, это является неотъемлемой частью международной деятельности нашего университета, и несмотря на некоторые преграды геополитического характера, мы успешно с ними справляемся и развиваем международную академическую мобильность. Каждый университет, принимающий участие в обсуждении, рассказал о своем ценном опыте и достижениях в области науки, академической мобильности и развития карьеры выпускников. Владимир Путин прокомментировал поступления участников, не оставив без внимания ИКФУ имени Вернадского. Как развивались события во время Вернадского, во время 20-х годов, как было тяжело. Гражданская война шла, а университет жил. Не просто жил, он был центром, в известном смысле, и тогдашнего Крыма, и оставался центром науки, образования всей страны. Вот это очень яркий, если не сказать, блестящий пример того, насколько важно образование в любой ситуации. В завершении Владимир Путин выразил уверенность, что ситуация на полуострове будет стабилизироваться, а Крымский федеральный университет – развиваться. Он с интересом выслушал всех участников телемоста и пожелал успеха в дальнейшей работе. Ольга Якименко, Михаил Макеев, Пресс-служба Крымского федерального университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова